Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Кристиан Срозен, у вас на сегодня в студии. Добрый день! И вот, Кристиан, может быть, такой первый вопрос, поскольку ты тоже давно наблюдаешь за политическим процессом, а что, собственно говоря, сейчас происходит? Потому что, ну, было понятно, что все равно найдется повод, чтобы эту Рижскую Думу распустить, уволить. Но сейчас мы видим, что вообще продавливаются все решения. Вот не хотим проводить выборы в 2021 году, к примеру, в Рижской Думе. Ну, пускай Дума работает до 2025 года. Ну, с таким же успехом, может быть, до 2029. Вообще, что сейчас происходит? Или это, в принципе, нормальный политический процесс? Ну, назвать его нормальный, может быть, не все согласатся. Но, с другой стороны, это, ну, в том числе, там есть что-то и нормальное. В том плане, что всегда была ситуация, в которой кто-то хочет кого-то распустить, кто-то хочет где-то остаться. И так устроено, как бы, в мир и в политике не только, что есть некий маятник, которого один магнит притягивает налево, другой направо. И тогда уже есть вопрос, где эти центры, не центры, а, как бы, тенденции его, как бы, успокаивают. То есть, сейчас видно, что у нас есть довольно много новых лиц в политике, новые силы. Есть, это не только вопрос изменения возраста, но и немножко изменения поведения. Потому что, действительно, новые силы, если так их можно сказать, или новые лица, они себя представляют, может быть, ну, намного по-другому в традиционном, как бы, формате. У них вообще традиции иногда, по-моему, кажутся не столь важны. Это такое больше, может быть, мы привыкли играть в шахматы и смотреть какие-то долгоиграющие партии, типа, там, вот через 3-4 хода и там подобное. Здесь иногда надо просто смотреть, что у меня есть желание сегодня сделать вот так. Я считаю, что вот это является намного важнее и правильнее, чем другие решения. И вот я по этому пути хожу, хотя мы утрированно назовем это поколение шахматистов, при себе думаем, ребята, а что это за многоходовка? А какой там будет конец? И куда они вообще стремятся? А когда мы сейчас смотрим на новое поколение, которое и не то, что новое, на самом деле, это наше поколение, это мы, также те люди, которые привыкли уже не читать долгие материалы, которые смотрят на все вопросы через призму Твиттера, хотя уже Твиттер, может быть, не самый актуальный, но, к примеру, мы смотрим через призму заголовок, читаем только заголовки и не читаем больше ничего, и даже видео уже больше 9 минут, 5 минут у нас уже является раздражающим. И тогда при этом в формате, когда из тех же людей формируются новые политики, которые также, может быть, не смотрят, на вещи, а ребята, как мы будем строить, как бы, вообще такую, условно, общую картину, в которой, например, будет одновременно учтены интересы самоправления, избирателей самоправления, интересы того, чтобы самоправления не были шкурно в чем-то задействованы и тому подобное. Потому что не так уже, ну, опять же, посмотрим на вопросы, как бы, с краю. Нет уже такого, что, типа, пришел кто-то из мне и вдруг сказал, что Рижская дума совсем неправильно работающая. Ну, такого тоже нету. Просто вопрос действительно о том, что Рижская дума сама создавала поводы для того, чтобы ее можно было в чем-то упрекнуть, это тоже правда. Вопрос в том, что до этого у нас был некий этот компромисс, с которым говорю по вот этому маятнику, что нельзя, с одной стороны, как бы, там, ломом это все упразднить, потому что, ребята, тогда получается, а как будут жить другие самоправления, и как вообще будет жить страна, в которой, в котором самоправление будет себя чувствовать все время, как бы, под ударом. Потому что, еще раз, ну, когда мы создаем некую систему, тогда мы понимаем, что, условно говоря, сторож охраняет и не допускает, они просто сидит, ничего не делая, кассир обслуживает, получает деньги, они просто отдают товары. Ну, ты будешь, у каждого есть какие-то обязательства, обязанности. И как только ты эту, как бы, систему ломаешь, тогда ты должен понять, ну, как минимум, немножко и системно. То, что мне сейчас волнует, это как раз то, что есть люди, которые один видит красное, другой синий, третий там, что-то другое, они каждый говорят про свое. Самое интересное, что они по-большому что-то правы, и перед своими избирателями они тоже чисты. Они запрашивают, а почему синяя? А кто вообще это сделает? Когда закончится это там, типа, кто это вообще займется этим? И да, вот, занялись наконец-то. Вот, да, может быть, я не хочу ни в коем случае в эти юридические дебри влезать, но вот создается такое, ну, все-таки мы должны, наверное, понимать, что Рижская дума, как и другие самоуправления, это демократические избранные, ну, органы власти, да, скажем так, местные. И для того, чтобы их распустить, ну, все-таки нужны веские основания. Да, я согласен с тобой, что дума много чего делала неправильно, и то, чего не должна была делать, и, может быть, тоже должна была не делать, но когда нам во всеуслышание говорят, что, вы знаете, ну, мы распускаем думу, неважно, что там она еще сделала, но мы решили распустить думу, нашли формальный повод за вывоз мусора или за невывоз. Ну, все, кто, я знаю, что ты нережанин, но в Риге бываешь часто, но я не вижу горы мусора, то есть... Нет, я был когда-то в Неополе, где я видел, что такое кризис мусора. Да, я вот поэтому и говорю, что... Когда он невезен. Конечно, потому что мне все-таки кажется, что в демократической стране правящие политики, даже если что-то хотят сделать, да, они должны как-то, ну, чуть-чуть реально смотреть на вещи, придумать какой-то другой повод, что там дума сделала или не сделала. Я тебе отвечу немножко не из... Не из политики, да? Не из политики, и тем более я тоже не юрист, и не буду вообще участвовать в дискуссии по поводу юридического стороны этого вопроса. Я считаю, что для этого есть необходимость все время напоминать себя о том, про правила игры, про ценности, в которых мы живем, и тогда насчет, насколько глубокие вот эти познания наши внутри себя о том, кто мы есть и как мы живем, это есть наши ценности, которые потом как бы показываются в наших поступках. То, что я сейчас вижу, что, например, несмотря на то, что мы так долго говорили про, не знаю, там, Сибирь, которую куда нельзя вывозить, про Холокост, который никогда нельзя, когда мы все эти вещи говорим, типа, мы должны напомнить себе, чтобы такого никогда не повторилось и там подобное. И, к сожалению, в данный момент все эти... То бишь, мы как бы формально задаем вопрос, но реально ответ даже не ищем или не хочем его видеть. Задали и все. Задали и все. Потому что, если у нас были бы ценности, что типа, ребята, давайте вспомнить, что есть главная ценность демократии в том числе, тогда, на самом деле, мы бы дорожили тем, что у нас есть, тем, в том числе и выбором, да, то, какой он есть. И думали бы, ребята, да, лучше на 5 лет или 4 года или там 3 года неправильно избранный мэр, ну, нами избранный, не кому-то посланный, не кому-то, не знаю, там, навязанный и там подобное, но нами выбранный. Да, вот, ну, к сожалению, выборы были, может быть, ну, там, даже иногда нечестными и там подобное, но все равно это нами выбранный. Или по-другому, например, смотрим там... Почему я начал говорить про тот же Холосковский пример, да? Например, когда я точно уверен, что Лэнбергс сделал и плохое, и много плохого, и, может, что-то и хорошее, про него можно потом поговорить, но то, с каким рвением я вижу вот этот всплеск ненависти, типа, сейчас его нужно чуть ли не избить в Домской площади, и давайте собирать камни и делать жеребек, кто будет первым его бросать, тогда я понимаю, ребята, на самом деле, а пустить бы это в производство, в произвол, и его точно есть бы, ну, условно говоря, ну, там, даже с насилием, с элементами насилия, да? Да? И потому что есть запрос, и тогда вопрос, а где были эти все наши, как бы, до этого рассказы про ценности, про то, что никогда не будем больше такого, словом говоря, там, кого-то ставить, ну, как в советское время, там, осуждать таким образом. А где это все пропало? Да, надо его судить, надо ему, надо укреплять судебную систему, вообще, кто против, но еще раз я говорю про эту ненависть, которую я чувствую, и вижу такую же ненависть по поводу не моих людей, не знаю, там, это не наши, это чужие, там, в личской думе, все равно кто из них, там, по отношению, я говорю про уровень ненависти, да? Это меня на самом деле пугает, еще раз, и это потому, как я это понимаю, это потому, что если у каждого человека может быть какой-то плохой этап жизни, и самый лучший интеллигент, или самый душевный человек тоже может попасть в трагедию, там, не знаю, там, в семье, в работе, там, подобное, но именно база его до этого культурного образования или его ценности как раз тормозит это, то, что не пугает, это как раз то, что отличие, то, что я иногда у тебя говорил, отличие от литовцев, где я вижу, что все-таки было, как минимум, присутствие того бывшего короля, и все время такая, ну, как бы, и создана, и не то, что хирархия, но именно, да, ну, там есть некие ценности, да, государственные. Я вижу, что копирование финнов изначально давало какой-то, как бы, такой, ну, стержень у эстонцев. И вот это то, что я боюсь, что мы все время, если так мы сравнивали, и были в таком формате подростка, как бы выросли, как бы здесь, как бы хозяина, ну, не до конца свои, все время искали какого-то виновного и так подобного. Вот этот подросток, который нечаянно оказался, ну, без особого образования, прошел этот путь и даже был чем-то успешным, да, но на самом деле, вот когда есть вот такие кризисные моменты, он, его отсутствие того, что он не является, не знаю, христианином на сто процентов или не был культурно образован на сто процентов, это как раз может выйти внаружу. Это очень пугает, потому что сейчас уже в такой ситуации, как сегодня, услугая, когда у тебя в семье несчастье, да, сейчас говорить, ребята, давайте успокоиться, подумаем вообще про новые, прочитаем новые книжки про того, как быть добрым, это не то время, это надо было читать до этого, когда было время для этих раздумий. И все-таки, вот я, понятно, что ценности – это очень важно, может быть, это основа всего, из этого все вытекает, но все-таки, возвращаясь вот к этой суровой правде жизни, вот опять-таки, я не хочу влезать в юридический вопрос, даже чисто политический, вот будут неочередные выборы Рижской Думы, но наверняка они будут. И может быть не только Рижская Дума. Может быть не только Рижская Дума. Дойдем до Венспилской. Дойдем до Венспилской, там Лепойскую предлагают распустить. Нет, Юрмальскую раньше. Юрмальскую, ну там можно… А какая разница, на самом деле, почему? Да, главное, что уже прецедент создан. Да, но… Да, Логовская еще на очередь. Да, Логовская, Резинскую, на самом деле, тоже помню. Да, Логовская, Резинская, там тоже неправильные политики у власти. Парасово, где там было Татаргофонов? В Зилупе. Да, Зилупе, это вообще надо было давно уже. С этого надо было начинать вообще. Сначала Зилупе, потому что вдоль российской границы должен быть правильный мэр, правильно? И так далее. Но я даже не об этом. Вот избиратели, которые пойдут голосовать там за эту Новую Рижскую Думу, когда это случится, в марте, там, к примеру, они будут прекрасно понимать, ну, те, кто вообще следят за политикой, будут прекрасно понимать, что как, смотрите, сейчас эту Думу, которую они выбирают, ее изберут на пять с половиной лет. А вдруг у тех, кто все это запустил, это инициировал, вдруг не получится, и они не возьмут власть в городе. Это что получается, что, к примеру, я сейчас спекулирую, что, к примеру, что опять неправильные силы, там, какой-то, не знаю, там, Буров или Согласия, неважно, кто будет там сидеть, теперь уже пять с половиной лет, это дело не пойдет. Мы их все равно найдем, тогда заново распустим, или поменяем закон, чтобы они все-таки сидели не пять с половиной лет, а все-таки вот до 21-го года. Нет такого ощущения, что мы уже настолько стали вот эти законы под конкретную ситуацию вообще подгадывать, что сам процесс выборов становится, ну, как-то, я не знаю, что мы говорим народу, что у нас вроде бы есть демократия, но она у нас, так вот, под конкретных людей. Нет, ну, еще раз, это то, что ты мне задал вопрос с самого начала, на которого я старался тебе ответить так, как я это вижу, потому что я, нет смысла сейчас говорить про ситуацию, которая будет послезавтра, и как раз, которую там ты обрисовал. Проблема именно в том, что это не вопрос только по поводу Рижской думы, это не по поводу только выборов, это вопрос именно в том, что у нас нету такого с... мы в этом процессе, я это чувствую, очень часто участвуем как подростки в семье, которые не чувствуют такую ответственность на вопрос долгосрочный, типа, а почему все могли участвовать там, типа, смотреть вечером телевизор, а я только сегодня не могу, а почему именно сегодня я не могу? И начинается так именно подростский формат общения между собой, потому что там, то, что иногда, мне кажется, здесь у нас не хватает, у нас, не знаю, там, Рудзи, психолог сказал бы, скорее всего, у нас не хватает отца или, наоборот, не хватает матери. Примерно так. Когда я одно время, например, то, что я как раз мне нравилось, там опять можно упрекнуть, я сейчас назову, чуть ли не второго Волдеморта из Харри Поттера, типа, один у нас Лэмберг, второй когда-то был Соловит Аболтани, недавно еще, ты помнишь, да? Да. Например, но то, что мне как раз нравилось в Соловит Аболтани, то, что я характеризовал про него, это как раз она была такая, ну, по-алтыщски, это называется, я не знаю, есть ли перевод, на самом деле, есть, там, Вирсма, это, такая семейная мать, условно говоря, это не то, чтобы там, типа, ну, именно, когда большая семья, такая, главная мать, да? Да, ну, даже Тоси не перевести, да. Ну, я думаю, в итальянской семье такое есть, по-моему, и в латышской фейллоре тоже такого было, да? Такое есть, да. Это такая, ну, мать, которая следит за, ну, порядком в большом, не то, что в хуторе, а в доме. В большом доме, да. И то же самое, помнишь, мы с тобой анализировали, там, например, там уже Англеса Берзенча, да, не самый активный президент, он был такой, в смысле, позитивный дед, дед семьи, да, который, как бы, участвовал в процессе, тогда, когда было, чувствовал, что неправильно, да? То, что я здесь чувствую, что, например, Левиц, ну, мне многие его начинают не нравиться, но мне как раз хотелось, я думал, что он будет какой-то, я его видел как такого семейного или... Как большой отец, ну, разве не большая мама? Нет, нет, он не может быть большим отцом, потому что она там должна быть, ну, побольше плечи, утрирована. А, я понимаю, да. Я его видел, как такой, знаешь, учитель села, который, ребята, а кто там обрисовал неправильно? Это же нехорошо. Да, который такой, ну... Пока не очень ему это ударить, периодически он что-то пытается... Нет, еще раз, я видел, что он как раз, вот это может быть его, что в этом случае он может сказать, что, ребята, Рижская дума повела себя неправильно. Это с одной стороны. С другой стороны, ребята, ну, есть какие-то инструменты, есть какие-то правила игры, и мы не должны забывать, что, типа, ну, не знаю, против Рижской думы мы не можем делать те же самые шаги, которые Рижская дума делала, там, условно говоря, там, условно говоря, да, двое учительников собираются у директора школы, там, типа, кто кого ударил, там, ребята, ты ударил, да, правильно, не правильно, но, типа, ты не можешь отвечать тем же, потому что, там, типа, вы должны оба вести себя вот так, да. И то, что мне немножко не хватает, да, может быть, это у нас нету, тоже по той причине, что там есть в этом некое идеологическое, частично авторитарное, хотя авторитет именно со счет твоих знаний или ценностей, он, ну, это ничего плохого я там не вижу, я говорю, авторитарность была бы в том, что если он насильно это бы заставлял, но то, что он, но у нас есть некое такая даже противопоставление, потому что, типа, еще раз, в семье никто даже не имеет права кому-то как-то что-то анализировать, типа, мы все, ну, я говорю, это немножко из Советского Союза, типа, антиполюс того, что, типа, не дай бог, нам будет некая партийная номенклатура, которая нам будет показывать, что, типа, не дай бог, кто-то будет в партийном собрании в заводе разбирать дело о том, может ли Абик разводиться с женой или не может, и вообще как там. Это очень интересный вопрос, я думаю, что мы это тоже чуть-чуть затронем еще и во второй части. Ну, вообще, о взаимоотношениях, я не имею в виду о моем разводе, дай бог, конечно, короткая пауза на рекламу, не переключайтесь. Кристиан Розенвальц у нас в студии, напомню, вот, может быть, действительно, продолжим об этой истории с Венспиосом, мы дискутировали сейчас и в перерыве с Кристианом. Вот сначала такой вопрос, может быть, это сейчас прозвучит наивно, но очень многие наши радиослушатели, когда мы это обсуждали, вот сразу после этого решения Соединенных Штатов, госкассы, они звонили и говорили, ну, хорошо, Соединенные Штаты внесли его вот в этот свой черный список, вот там не может ехать Соединенные Штаты вместе с семьей, там, если у него там есть имущество или счета, там все заблокировано, это все понятно, Соединенные Штаты имеют право так поступить. Но когда Латвия вводит санкции, ну, буквально сразу же на следующий день в отношении своего гражданина, там, счета блокируют его, жены, там, мамы, там, двух детей, не в смысле, что я сейчас адвокат Лэмбакса, но просто возникает вопрос, а что теперь американские санкции автоматически становятся латвийскими. То есть, если Соединенные Штаты решили, что вот этот коррупционер и олигарх, мы сразу говорим, да-да-да, не важно, что его суд еще не осудил, но раз Соединенные Штаты сказали, мы это делаем. Вот что-то здесь есть, мне кажется, неправильно, или я не прав? Ну, я не буду говорить о том, что это правильно, неправильно, потому что, может быть, действительно, есть всегда этот вопрос по поводу, и он очень активный для СМИ, на самом деле, по поводу саморегуляции. То есть, когда сами структуры, например, отрасли, те же СМИ не договариваются между собой по поводу кодекса этики, к примеру, тогда его кто-то может нам насильно, ну, власть может нам его насильно поставить, потому что, ребята, вот мы тогда определим место вас, кто такой, правильный, правильный. То же самое, например, если там отрасль, игрок, ну, не знаю, там, общепита и там подобное. Если вдруг все будут заниматься тем, что, как бы, свободный рынок заниматься тем, что будет травить народ чем-то, а их будет продавать за это за деньги, к примеру, тогда будет какая-то служба, которая скажет, ребята, ну, да, свобода, свобода, но нельзя даже за ваши деньги продавать. Ну, мы не способны были справиться с Лэмберсом. На самом деле, публично были не способны. Это с одной стороны. Другой вопрос, нужно было с ним справляться? Было ли за что? И в конце концов здесь суд, и там эти все, вторая половина этого, как бы, ну, не то, что маятника, но в стороны. Но если мы смотрим чисто даже юридически по поводу того, что ты только что сказал, то американцы, на самом деле, в хорошем смысле этого слова показывают то, что, может быть, иногда было до этого непонятным, но все-таки вся мировая финансовая система заложена на некие, как бы, нити, которые в конце концов заходят в США и оказывают, потому что какая санкция? Не так, что там Латвия приняла решение, там, типа, не обслуживать Латалеком или, там, не знаю, там, мобильную связь для Лэнбергса. Такого же нету, на самом деле. Не обслуживают банки. И что, что это тоже мне было удивлением? Не то, что удивлением, но я так задумался, а разве вообще нету ничего альтернативного? По большому счету нету. Все банки, там, в конце концов привозятся, ну, как я это понимаю, там, через какие-то пару нью-йоркских банков, в конце концов, и как только ты не можешь быть обслужен в этом банке, и, там, то бишь, если наш светбанк хочет, чтобы он, его обслужили международные переводы через эти мировые банки были обслужены переводы, он не может, ему сказано, что вот есть человек, который есть в нашем черном списке, и вы не имеете права обслужить. По большому счету, все примитивно, по большому счету. Как же было, а помнишь этот рассказ по поводу Абе-банка? Там же тоже не было так, что, типа, его просто, его вычеркнули просто из списка, из-за которого он фактически, там есть маленькая цепь, ну, как бы, в домино, там, в разряде этих фишек, которые просто ты в одного вытаскиваешься, и вся система рушится, по большому счету. И да, вот американцы лишний раз показали, что какая-то, как бы, главная фишка находится в своих руках. Хотя, я думаю, не думаю, что это, они для какой-то показок, нет, это просто уже, ну, все уже с этим смирились. Я не знаю, там, есть ли вообще какие-то альтернативные структуры. Скорее всего, есть. Может быть, даже все эти электронно-биткоиновские, может быть, какие-то там государства создают и некую свою альтернативную. Но все равно тогда она задействована только на этот, не то, что узкий, но рынок. Это вопрос, по-моему, больше финансистов, а не надо с тобой обсуждать, потому что я не до конца знаю именно нюансы, какие есть альтернативные возможности обойти вообще, там, мировой экономикой, обойти эти банки американские. Я не знаю, как это можно делать. Да, вот все-таки вопрос по поводу, тоже важно наобсудить. Данная резница Озова, такое открытое письмо опубликовала коллегам или партнерам по объединению Союзовым Кристиан, где она одновременно призвала господина Лэмбокса покинуть политическую сцену. Вот неоднозначно это было воспринимать письмо внутри самого Союза Зелёных Кристиан. Или, может быть, такая дискуссия, в том числе публичная, была нужна, на твой взгляд? Ну, это то, что мы с тобой обсуждали перед этим, что я считаю, что такое поведение резницы Озова мне очень нравится, не по поводу содержания, именно по поводу того, что она в этом случае, и она есть один из представителей, вот то, что я говорил до этого, такое, ну, женщина, берёщая ответственность, и она, ну, в конце концов, мирового уровня шахматист. Она считает, что в этом случае нужно публично заявить и поднять дискуссию, потому что... А где это тогда поднимать дискуссию? Только внутри самой партии под занавесем? Или вообще там, типа, любой другой даже не может в ней участвовать? Это есть как раз то, что... Я когда-то с тобой говорил, что, типа, чем отличается наша интеллигенция от даже той же самой, ну, условно, назовём, бывшая советская. Если той же в Москве принимается некое решение, неоднозначное, тогда люди выходят публично, заявляя, что, типа, у меня есть мнение, я не согласен, я вот не поддерживаю, и объясняют, почему, и это не обязательно, это может быть и против течения, или за течением, какая разница, они, люди, считают необходимым это сказать. У нас это новое, в том числе и поколение, это не потому, что мы там, типа, мы в Латвии, или, наоборот, мы не в Москве, или других, у нас принято примерно, а куда ты прёшь? Тебе-то какое дело, да? Тебе кто-то спросил, разве? Типа, не спросил, значит, молчи, да, это первое. Во-вторых, и тогда получается иногда то, что мы с тобой когда-то обсуждали, что если мы смотрим такую поляну извне, тогда, например, за какой-то вопрос по поводу каких-то национальных вопросов участвует кто? Пару радикалов со стороны русских и пара радикалов, например, со стороны латышей, к примеру. Они между собой что-то говорят, а все остальные, как бы, молчат, типа, меня же не спросили, это же не мой вопрос. Хотя, когда ты его спрашиваешь, слушай, я не поддерживаю. Оказывается, там есть очень много трезвого, трезвых взглядов, которые есть. Но просто из-за того, что их под этой призмой, тебе не спросили, тогда не лезь, их не спросили, и у нас отсутствует такая интеллигенция, которая настаивает. Ребята, я всё-таки скажу. Это очень хорошее замечание, особенно в свете вот этих возможных внеочередных в Парижскую думу. Мы знаем, что целый ряд политиков, ну, их, не знаю, называя радикалами или нет, они сказали, да, мы пойдём, создадим список, как они сказали, латышских партий, и надо вообще Ригу снова сделать латышской. Да, ну, вот, казалось бы, ну, в Риге говорить такие лозунги, это не очень даже прагматично с точки зрения избирателей, если учитывать национальный состав, это вообще сработает, ведь кому-то, на кого-то это сработает, повлияет? Ну, я думаю, что они понимают, я так полагаю, что они понимают, на кого они это опирают, безусловно, не на тебя, да, но, скорее всего, есть какие-то люди, которые на эти лозунги поднимаются, но мы их на самом деле знаем, что такие люди есть. Есть, да. Ну, сколько их Риге процентов, да. Те же 7-10 процентов, да. Понимаешь, мы ещё больше и больше живём каждый в своём пузыре и через социальные сети, или через регионы и тому подобное. В нашем подъезде все против Ушакова, или наоборот, в нашем подъезде все за Ушакова, и ты выходишь, ну, как бы, с этим своим глобусом, и ты с ними живёшь, и тебе кажется, ну, типа, разве, а ты вообще знаешь, кого, который против Ушакова, или, например, который за Ушакова? И вот, и ты в этом своём пузыре находишься, и безусловно, ты не воспринимаешь, ты говоришь, то, что мы с тобой, опять же, говорили давно уже, мы живём в новой эпохе, в эпохе конфирмации, мы сейчас не ищем правду, мы не ищем новых, как бы, не ищем новой информации, мы ищем подтверждение своей информации. Я уже заранее знаю, что Ушаков не вор, или набор, что он вор, и я ищу только то, или, наоборот, по поводу Лембергса. Уже доказательств не надо. Когда мы смотрим людей, которые живут в защите Лембергса, ты их можешь достучать, с какой информацией удобно, всё равно это будет или заказуха, это будет неправда. Не переубедишься. Не переубедишься. Просто людей, которые сейчас готовы всё ещё быть свободны, и которые ценят свою свободу, их становится всё меньше и меньше, потому что просто ты не можешь всё время быть на чеку и всё время быть, как бы, в поисках информации. Ты отдыхаешь лучше тем, что ты, типа, поддаёшь чем-то. Там всё ясно. Американцы хорошие, русские плохие, китайцы ещё хитрее и там подобное. И ты с этими, как бы, векторами живёшь. Это проще. Да. Вот ещё такой вопрос, который не могу не задать. А вот по большому счёту нет ли такого ощущения, что, опять-таки, возвращаемся к ценностям, что во всём этом хаосе, ну, понятно, что простым людям очень легко разобраться. Вот они видят там одни, там, какой-то распуск, неочередные выборы, какие-то единые списки, латышские списки против русского. Потом работает машина для голосования. И вот всё вот это вот, глядя на всё это, рядовой, не знаю, житель Латвии, избиратель говорит, нет, я вообще не буду во всём этом участвовать, неинтересно мне это всё. Я вообще не вижу такого рядового избирателя больше. Я сейчас вижу как раз наоборот, что сейчас с элементами Фейсбука и не только, каждый всё больше эксперт и вот таких людей, которые вот, типа, я ничего не понимаю, наоборот, я сейчас чувствую. Ты говоришь, типа, простой, ну, как ты говоришь, простой человек. Нет, ну, может быть, он чувствует себя экспертом, но он не пойдёт на выборы больше, потому что он понимает, что это совершенно бессмысленная история. Нет такого у тебя ощущения? Нет, такого есть, но это опять же вопрос именно того, что, ну, у людей, как бы, нет этого ценности самого выбора, на самом деле. Просто, ну, это, опять же, из-за того, что я говорил до этого, это такой немножко формат, формат подростковости, или как это можно сказать, потому что, ещё раз говорю, когда я помню выборы, где моя бабушка ходила в Алмирскую школу голосовать для того, чтобы получить дополнительную порцию мандаринов, условно говоря, с одним списком. Было такое, да. Ну, как, там же давали какие-то там были дополнительные магазины, такой, ну, выезд, выездной магазин, ну, как минимум, это помнишь, ну, в своей Валмире. Тогда, ну, ещё раз, ну, я не хочу такие выборы больше, ну, я ценю выбор, что у меня есть этот выбор. Ну, по-моему, про вот это, нам не удалось до конца вот эта, ну, радость выбора, на самом деле перенести. Наоборот, я чувствую, как раз, даже есть такое, типа, а зачем нам эта страна? Вот эти все, ну, это есть, я говорю, подростковость в этом, да. Я ещё раз говорю, то, что меня сейчас пугает, но я ещё раз, на этом всё равно ничего нового не скажу, настолько же, может быть, подростковый выгляжу, но я боюсь, что как раз сейчас, когда, то, что я повторяюсь, когда сейчас мы живём в каком-то, ну, не то, что кризисном, но даже в таком формате непосредневной жизни, да, заниматься тем, что вдруг изучать Библию, ну, не то, что не поздно, но сейчас, вот за счёт, мы будем сейчас использовать те знания той же Библии или других ценностей, которые до этого были нажиты, да, если нет, так не, ну, к сожалению, но это надо запомнить, что, может быть, это устаканится, потому что мы не будем в каждый день жить в новых выборах, в новой решке думы, тогда опять же, ну, тогда надо думать и думать. Есть какие-то вещи, которые мне нравятся, которые проходят, там, типа, ценности, там, и по поводу фильмов, которые создаются, даст, там, заказываются, но всё равно я не вижу даже такого запроса, это как раз тоже, ну, очень важный вопрос, именно, что кажется, типа, о чём ты, Кристиан, сейчас говоришь, во время веб-перевыборов, там, в Ленбергс, там, подобное, но, ещё раз, ну, это есть главная обязанность министра культуры, на самом деле, а именно думать о том, как мы общаемся, как мы относимся к своему, ну, там, дому, стране, волости, как мы меняем, или как мы смотрим на будущее, там, подобное, это есть то, что, не знаю, там, через фильмы, через государственные заказы на, не знаю, там, на, потому что мы иногда смотрим на это просто только таком, ну, даже этнографически, праздник песни, ну, не знаю, там, вот это, ну, не важнее именно та культура, которая сегодняшняя, вот у тебя здесь, например, там, венок, правильно сказал, венок, к же рождественской, как мы будем это праздновать, какие ценности, на самом деле, когда я задаю своим студентам, вот, только что было мероприятие, задавал вопрос, а что мы будем праздновать? День рождения Деда Мороза, ну, к примеру, праздник солнцестояния, ну, что мы будем праздновать, даже в этом случае, у нас... И студенты растерялись? Каждый своё. На самом деле, каждое своё. У нас нету, есть, ну, и даже, если каждый своё, тогда тоже очень важно, чтобы мы каким-то образом структурировали эту, ну, разность или наоборот. Но у нас нету... Когда мы дарим праздник, думаешь, мы живём, по-большому, что в Риге, или в Ялгаве, в моём случае, сегодня, или в других городах, мы живём, ну, вот, что мы защищаемся сегодня, когда мы, например, там, здесь живущие, что, какие... То есть, я не хочу... Я хочу жить в Ялгаве, не хочу жить в Германии, потому что у меня есть некая традиция, что, типа, вот мы вот так живём, это вопрос языка, хотя языка, как известно, это не... Ну, ты можешь... Ну, это вопрос культуры и привычки. Какой культуры? А это что именно есть то, что мы защищаем сегодня? Потому что, когда ты говоришь немцам, например, мы живём нашим в этом быту, мы вот во время, там, святой ночи празднуем вот так, мы вот... Я не хотел бы переезжать в Марокко, потому что тогда бы отняли мои традиции здесь живущим, чтобы 31-го дата мы дарим или подарки, или набор встречаемся с соседями, 24-го мы, там, типа, тика собираемся в семье, 25-го... Ну, условно, есть некий обряд, который мы защищаем. Вот назови, что есть, этот латвийский обряд. Нету его. И его... Не то, что его нету, его кажется, что, типа, его не надо... Кажется, что это элегитно, что надо его создавать. Это неправильно. Как раз надо его... То, что мы с тобой говорили, мы живём, мы с тобой, люди с седыми волосами, живём из эпохи рязановских фильмов, где есть некие культурные коды, которые через какие-то фильмы, какие-то вещи за нами заложены. Как общаться с... Ну, как сделать гаражный кооператив, как делать собрание, как надо сделать... Собирать деньги для венка, ну, умершего... Бубликовая, да. Бубликовая, да. Бубликовая и тому подобное. Вот это есть вещи, которые мы с тобой структурированы этими традициями. Мы заходим в лифт и, условно говоря, таким образом мы и здороваемся, и пропускаем женщину вперёд, да и делаем какие-то другие вещи. Вот это то, что нам, на самом деле, не хватает сегодня. Это опять то, что я говорю до этого. Мы живём, когда на сегодня это нельзя быстро построить. Сегодня, ну, в кризисное время мы живём именно пользуемся тем, что было занято, ну, принято до этого, да. Это правда, да. Кристиан Розенов, Альс, у нас был в студии, и большое спасибо.